В King's Bounty 2 встречаются испытания прорицателя. Это так называемые челленджи, в которых мы должны определенной армией победить другую армию. В этом видео я покажу, как пройти самое сложное испытание 100%, без ошибок. Что самое неприятное в армии противника, то что у них очень много юнитов. То есть у нас есть гиганты, которые наносят оглушающий удар. Есть также вот эти вот юниты, которые накидывают провокацию. Это такие ключевые навыки, которые будут нам мешать. Ну и также, в принципе, есть страх, но мы как бы его особо видеть не будем. С нашей же стороны у нас есть дракон, у которого есть два скилла. Это полное восстановление жизни и яд. И также есть такие вот горгули. Горгули тут скиллы не особо важны. Формация вот такая вот. Я рассказываю про то, как эту миссию пройти 100%. То есть есть, я думаю, другие способы, но я протестировал разные. И вот это, мне кажется, самое эффективное. Начинаем битву с такой вот формацией. Какая цель нашего первого хода? Наша цель первого хода дать врагам походить, накинуть провокацию, при этом мы ее снимаем. То есть что мы делаем? Дракон должен походить. Мы нажимаем четверочку, то есть ожидание. Этот юнит нажимает защиту. Почему? Потому что при такой формации враги двигаются в эту сторону. Этот юнит передвигается в эту ящейку и, соответственно, кидает провокацию на мою горгулю. В принципе, самое ключевое, это что первый ход провокация была кинута именно на горгулю. Потому что при такой формации, при такой ситуации, точнее, мы сможем эту провокацию снимать. То есть вот все походили. У нас есть бесплатный скилл рассеивания, мы накидываем на горгулю. И таким образом мы получаем возможность свободно ходить в свой ход, а не делать то, что нам навязывает игра, то, что нам навязывает противник. После этого наш дракон залетает в ключевую позицию. И в чем плюс этой позиции? То есть вот в этот ход у нас было два варианта. Полетите сюда, лево, полетите сюда. Эта позиция тоже играбельна, то есть я проходил и с этой позиции, но здесь менее стабильно, потому что нас будет бить в основном 4 юнита сразу же. Это рисково. С этой же позиции получается гораздо более надежно. То есть мы используем яд. Тем самым отравляем таких трех самых неприятных противников для нашего дракона. Кроме этого, сразу же начинается второй ход. Второй ход мы начинаем с того, что наш дракон сразу же бьет по пожирательным душ. Он впитывает немножко урона, но при этом сразу же у нас гиганты по гибели получают урон. Это очень важно. После этого китаем защитную стоечку, у нас ходят горгули. У горгули очень важная функция. Дело в том, что все эти юниты, можно сказать, что наносят не слишком большой урон дракону. Но его сильно бьют вот эти вот мечи по гибели, потому что у них есть перочка, которая позволяет им постепенно, так где она тут находится, вот, нарастающий гнев, то есть они постепенно начинают все больше и больше бить. И очень неприятные бойцы, кроме того, у них атака без ответного удара, соответственно, нам нужно максимально им испортить жизнь. Поэтому мы подлетаем вот сюда. У этих горгули также вторая функция, то, что они будут удерживать гиганта в этих позициях. Это очень важно, потому что мы сможем использовать важную способность нашего дракона, а именно атака по, ну, по линии. Вот она, то есть она бьет ядом два юнита в ряд. Вот мы поставили горгули сюда, и дальше наша цель просто накинуть слабость. Слабость мы накидываем на мечи по гибели, как раз самый опасный юнит для нашего дракона. Вот мы накинули слабость кровотечения, в целом, в этот момент мы уже, на самом деле, выиграли битву. То есть тут возможны криты, возможно, и возможно, если все кританут, то будет непозитивный исход, но в целом, в этой ситуации, сейчас мы увидим, как, собственно, все развивается дальше, и мы увидим, что дальнейший исход позитивный. Почему? Потому что, во-первых, независимо от того, кого убьют эти юниты, все равно мы иногда будем пробивать по, как раз-таки, вот этой линии. Соответственно, эти гиганты умирают. Эти юниты умирают от ответной атаки дракона. Соответственно, мы получаем очень-очень позитивный исход в короткий срок. Вот даже сейчас вот кританули несколько раз противники, но мы, в целом, чувствуем себя достаточно неплохо. Важно каждый ход не забывать снимать агр, потому что горгули, если будут атаковать этих юнитов сами по себе, то они, мы потеряем один ход, когда они могут просто простаивать. Это важный ход, поэтому мы этого делать не должны. То есть в этой ситуации мы даем еще одну вот такую атаку. В целом, даже при том, что, по-моему, прошло несколько критов, как видите, у нас дракон еще на половину живой, а армия противника уже очень сильно потрепана. Мы используем защиту. Здесь тоже, то есть мы можем куда-то, конечно, полететь, но у нас атака по возможности пройдет, это неприятно, поэтому наша цель просто простоять максимальное количество времени. То есть вот мы там отстаиваем, видите, горгули просто выжимает максимум из ситуации. Соответственно, мы вот сейчас вот скоро получаем еще один ход, когда у нас будет яд. Пока что еще, как видите, у нас есть возможность использовать нашу формацию. То, что у нас вот эта вот атака по линии прошла. И что самое позитивное нашего дракона, что у нас оглушение особого эффекта не имеет. Соответственно, эти вот гиганты, которые зачастую являются максимально неприятным противником, в этой ситуации, в нашей, ну, в этой комбинации, максимально безобидны. И, соответственно, вот приходит ход к нашему дракону сейчас. У него еще там порядка 200 жизней должно быть, я так понимаю. Даже при том, что прошло куча критов, но вот 136, просто парочка критов прошло. Мы накидываем вот так. Я не помню, там накидывали на него. Не, не накидывали, а агр. Все. И вот в этой ситуации мы просто пасуем, накидываем еще один яд, как я сейчас быстро покажу. И противник побежден. Что самое классное в этой стратегии, то, что, в принципе, дракон остается в конце еще с таким нормальным количеством жизни. То есть мы, на самом деле, получаем тот факт, что стратегия достаточно стабильна. Даже если все проходят криты практически, то мы получаем ситуацию, в которой у дракона есть еще запас. Небольшой, конечно, но запас есть. Вот, соответственно, видите, мы остаемся в позиции, когда у нас один на один. И у нас еще такой нормальный бонус есть на один удар. А если бы критов не было, то у нас было бы запаса еще на, может быть, даже 2-3 удара. Вот, и мы бьем и выигрываем. Это способ достаточно надежно выиграть эту битву. Возможно, он поможет. Если он помог, пожалуйста, не забывайте поставить лайк и написать в комментариях что-нибудь, чтобы видео продвигалось и помогало другим людям. Всем спасибо. Всем пока.